Меня зовут Владимир, я занимаюсь разработкой серверной части всего этого добра, плюс общей архитектурой проекта. История развития, в принципе, как самого CMS, она четко разделяется на этапы, по которым развивалась система управления сайтом и система управления в целом. То есть мы прошли некоторый путь, начало берется, в принципе, CRM-систем, которыми мы занимались в начале этого тысячелетия. Вот так, кстати, по фронологии есть. Дальше были CMS-системы с бэкэндом, совмещенным с дизайном сайта, если кто помнит, был такой период развития. Они сейчас очень популярны, кстати, в так называемых Flash CMS-системах, которые представляют собой открытые редакторы. То есть, когда вы, в принципе, видите в том же самом дизайне то, что были такие CMS-ки, мы этот путь когда-то тоже проходили. Дальше был следующий этап, это электронная коммерция, которая несколько отличается от классических электронных магазинов. В том плане, что мы не проецировались только на продаже готовых продуктов или продаже каких-либо продуктов, скажем, штучного товара, а уже либо общие заказы, системы калькуляции, системы управления сложных заказов, которые поддерживают там заказчика дизайна, вычисления параметров и тому подобное. То есть, так называемый не интернет-магазин, а уже интернет-супермаркет, что-то более развитое. Дальше были системы просто управления данными, какие-то портальные системы в стиле Mamba и тому похожие. То есть, все эти этапы, они стали частью определяющей того, с чего сейчас получился и плюс CMS. Пластические ошибки, которые были допущены при разработке, это не стопроцентное разделение визуализации и бизнес-логики. Отсутствие строгой модели данных, которая бы всем этим управляла и вообще модели самого проекта. Кодировки, словари, настройки, все то, что мы пробуем всунуть и дальше всавываем в наши проекты. Особенно это связано с HTML-системами, кодировками, любимая наша проблема Win1251. Невозможность на таких сайтах поддержки других языков. Ну и отсутствие общего концепта понимания того, чем мы занимаемся в принципе. То есть, делать сайты, сайтики, презентации, казино, это, конечно, классно. Но, на самом деле, это не тот рабочий процесс, которым должна заниматься какая-то группа разработчиков. Это, скажем так, рабочие проекты, которые дают возможность заработать каких-то денег. Но не самореализироваться и не развивать какую-либо вещь. Что было сделано именно в E+, CMS, которому, скажем так, именно как данному бренду и данной идеологии исполнилось год. Буквально недавно. И те вещи, которые именно мы хотели получить от него и мы их получили. Это первое, единое ядро, которое возможно установить на сервер. То есть, скажем, у вас есть рейвок сервер, где вы можете поставить одно ядро системы и управлять сколько угодно сайтами. Сайты просто-напросто подтягивают один единственный PHP-модуль, который дальше начинает воссоздавать всю структуру классов по иерархии, в зависимости от того, что вы хотите сделать, какие именно компоненты вы загружаете и хотите использовать. Модель данных. Немножко остановлюсь. Значит, разработанная модель данных у нас состоит из нескольких вещей. Именно само описание данных, скажем, у нас есть какой-нибудь компонент, скажем, компонент новости, у него там есть какие-то поля, там ID, дата новости, автор, в каком разделе она находится. То есть, есть полное описание модели данных, данные, которые хранятся в базе данных, а также идет описание, по каким правилам данная модель может обрабатываться. В родительском классе есть стандартный набор методов для классической обработки модели. То есть, скажем так, что это все дает, просто говоря. Для создания, скажем, плюс-минус стандартного компонента вам нужно всего-навсего создать визуальные шаблоны и создать его модель. Модель это всего-навсего 20-30 строк кода описательного. Дальше класс уже сам начинает по этой модели полностью разбираться. Он может создать таблицу в базе данных, поэтому у нас нет инсталлятора. Ядро в виде того, что подключение к базе произошло, он будет найти там свои таблицы. Поля, если этого не находят, начинают синхронизацию по модели, то есть по всем моделям данных. Таким образом и происходит инсталляция системы. То есть, некоторые вещи, скажем, классические, к которым все привыкли, мы просто опускаем, потому что они находятся где-то на уровне такого классического восприятия. То есть, если у нас есть автомобиль, значит мы должны ездить по дороге, потому что это классика. Если у нас есть какая-то система, программа, у нас должна быть какая-то установка автоматическая, полуавтоматическая. То есть, не обязательно. Процесс инсталляции может быть полностью прозрачным. Ну, конечно, пароль к базе данных спросит, без этого не обойтись. Но вся остальная визуализация и представление этого процесса как события отсутствует полностью. Опять же, эта система дает возможность производить обновление. То есть, в автоматическом режиме система сама понимает, что нужно что-то там обновить. Или, скажем, у вас появились новые компоненты. Компоненты модифицированные, они требуют данных, которых не существует. Они их автоматически обновляют. Очень много настроек системы хранится непосредственно в базе данных. Много чего можно настроить, произвести редактирование шаблонов, словарей. То же самое, как бы, повключать, повыключать, то по, скажем, это наш сайт. Я возьму немножко другой. Условно мы разделили всё на 5 областей пока что. То есть, это управление самим сайтом. То есть, вы можете создать структуру. То есть, редактировать структуру сайта. То есть, все те классические вещи, к которым мы все привыкли. Что-то там, создать раздел. Создаем раздел, задаем ему тип. То есть, это будет просто страница. Это будет блок новостей. Это будут альбомы, обратная связь, регистрация. То есть, все те компоненты, которые у нас сейчас поддерживаются, вы можете их, собственно говоря, здесь создать и управлять. Поддерживается иерархия. Настройки сайта. То есть, все, что нужно, можно настроить. В том числе, понастраивать работу с графикой. Настроить, вот это модное слово SEO, которое мы за столько лет до сих пор не привык. Настроить метатеги для страниц. У которых есть, опять же, глобальная система перекрытия. Вы создаете это для целого сайта. Можете перекрыть это в региональных версиях. И каждая любая страница, компонент секции может это все перекрывать в своем понимании. Языки. Работа со словарями. Кстати, вот работа с языками. Выбираем необходимые языки для сайта. Включаем. И они появляются. То есть, появилась возможность работать с этими страницами. С включенным компонентом выбираем, который язык по умолчанию наш. Собственно говоря, вот на сайте. Здесь просто сделано переключение языков в виде графических объектов. Поэтому первых три нормально показалось. Основной прибыл. Но суть этого сводится к тому, что при редактировании какого-либо компонента мы одновременно получаем доступ ко всем языковым его версиям. То есть, не переключая систему с языка на язык, сразу же получаем наш украинский и подобные языки. Сразу тут же отредактировать. И сразу же покажу, что такое. Обработка сразу, скажем, всех компонентов. То есть, вы открываете и можете одновременно столько, сколько выбрали. Тех же самых страниц. Работу с компонентами мы разделили именно по их принципам, которые их понимает человек. То есть, человек сайт делит, в принципе, на странички. Но под этими страничками он понимает какие-то вещи. Он понимает ГРН, он понимает новости, какие-то форумы, связи, голосовалки опять же. Вот именно на эти компоненты мы разделили наш групп наполнитель. Как только вы создаете какую-либо структуру с указанным типом, она появляется здесь для редактирования. Вот, скажем, создали страницу ссылок, здесь появились ссылки, здесь появилась возможность эти ссылки редактировать. Вот, скажем, группы. Вот в группу непосредственно ссылки. Мы их редактируем. То есть, здесь визуально присутствуют все эти элементы так называемого классического CMS. Какое отношение всё это имеет к флешу? Самое простое, то что мы, имея как бы уже готовый продукт с большим функционалом создания как бы контента, довольно таки обширного контента. Вот, плюсом уже ничего я не увидел практически ни в одном флеш в CMS. Создание, скажем, почему нельзя создать на флешах портал? Всего-то там 20-30 новостных лент по 20 тысяч новостей в день. Но только чтобы их можно было добавлять нормально, а не создавать как бы страницу, вручную её линировать. Потом создание каких-то специфических вещей. Всё это можно... Да, e-commerce и тому подобные вещи. То есть, всё это можно напихать. Главное что? Главное это всё корректно обрабатывать и отдавать в том виде, в котором его понимают. Тут даже... Тут уже речь о клиентской части, которая не всегда может быть флешом. То есть, опять же, не всегда может быть HTML. Мы не ориентируемся, скажем, на то, что это будет смотреть только браузер или только флеш-аппликация. Мы можем отдавать это, опять же, в том виде, в котором эту вещь будут спрашивать. Это может быть и аппаратная, типа, обработка данных. То есть, там может быть некое устройство или ещё что-либо. Потому что работа системы заключается в том, что все собранные данные, они просто-напросто упакованы в объект для всякой визуальной обработки. И дальше отдаётся на тот обработчик, который, грубо говоря, клиент себе предпочёл. Максимальная возможность перекрытия заключается в том, что Ваш единое ядро на сервере... То есть, одна версия стоит, но Вы можете в своём проекте, в своём сайте перекрыть любой класс, любой шаблон, любую обработку, любой файл Вы можете накрыть своим файлом. Для того, чтобы заменить, скажем, возможность обработки. Скажем, Вам нужны какие-то специфические новости или какие-то специфические галереи именно в плане обработки данных. Вы можете это свободно накрыть, не изменяя как бы ядро системы в целом. Вот это может быть интересно для компаний, которые занимаются не одноразовыми или специфическими проектами, а занимаются, скажем, штамповкой систем. То есть, у них есть свои сервера, они разрабатывают по 10 проектов в неделю или по 100 проектов в месяц, используют единую систему и просто на ней модифицируют какие-то вещи. То есть, ради спортивного интереса, когда уже система вышла на бета-тестирование, я попробовал сделать на её возможности просто галерею. То есть, создание галереи Скуляна в системе с полной визуализацией заняло меньше одного рабочего дня. То есть, где-то часов шесть. Вот, собственно, вот она и галерея. То есть, всё, что нужно было, это наши фотографии, наши фотки, мы их листаем, данные собираются, они гружаются. Это всё красиво упаковывается в HTML через Smarty. Но все данные в систему поступают в виде объекта. То есть, Smarty разбирает по ходу готовый объект. Той же самый объект мы можем направить на Flash-аппликацию. Как Семён уже говорил, мы используем JSON. По-моему, только сейчас у флеша нету, как бы, такой уже именно бинарных функций, которые занимаются JSON decode encode. Все остальные это делают на риту и очень быстро. Соответственно, Flash может получить полное представление о том, из чего собрать эту галерею. Ну, в принципе, он её и получает. То есть, получил, как бы, массив элементов, что, куда, закип, разобрал, расставил. То есть, в данном случае система является интересной для разработки собственных проектов или проектов под реализацию. Для использования её как конечным пользователем. Но она, в принципе, тоже абсолютно подходит, потому что все вот эти вот штучки, там, вот, кликнул, отредактировал, вписал текст, там, привил, загрузил картинку, там, её отрезайзер, но всё тоже присутствует. Вот. И с системой работаем не только мы в плане контента, хотя ещё много пользователей именно скидывают на нас эту работу. Это один из проектов. Вот. Здесь такой новостной портал. Мы его называем «Саровская жесть». Это новостной сайт города Сарова. Он же «Арзамас-16», он же «Москва-300». Это центр ядерной физики России. Город с пятидесятитысячным населением. У него семь порталов в городе. Вот. Все причём с безумной посещаемостью, потому что там, получается так, что у одного жителя Сарова три пользователя. Ну, вот, это реально. Ну, вот, такое снова, он, короче, типа, российская ядерная физика. Тот сайт интересен тем, что здесь просто какой-то безумный трафик творится в плане типа подачи информации, кучи вот этих всяких разделов, и всего-всего, что человек туда именно напихал, и сам это всё дело как бы обслуживал. Вот. То есть мы как бы произвели установку системы, ну, громко сказано произвели установку системы, залили Source на Cyber, как бы прописали путь к базе. Система развернулась, поругались с Peterhost, типа, в плане того, как вы сконфигурировали сервера. Вот. Потому что система очень требовательна к оптимизации веб-сервера. Требовательна в том плане, что используют очень много вещей, которые дают преимущество оптимизатору. Ну, изначально как-то так специализируют на системах, ну, там, от 100 посетителей в день и дальше. То есть сайты, типа, там, два захода в день, пять страниц ни о чём. Они, в принципе, неинтересны для разработки. Таковая система вообще не нужна. Всего десять страниц, последнюю можем пропустить, так что мы уже на пятой. Вот. Ну, саму идеологию CMS я рассказал. Мы создавали сколько-то там лет систему управления сайтом, которую всё время под какие-то специфические проекты приходилось перетачивать. В конце концов мы создали конструктор, пока что не фреймворк, хотя уже те разработчики, которые с нами работают, уже его так и называют. Это конструктор для создания сайтов и веб-ориентированных проектов. Именно проектов, когда вам нужно сделать что-либо, я не знаю, обработка каких-то там анкет, ещё что-то, писать просто аппликацию на C++, компилировать, создавать какой-то там элемент, это всё разносить по офису, потом апдейтить каждому, это всё очень довольно-таки сложно. Проще сделать какую-то систему, поставить её на сервер, дать всему офису адрес, вот сюда заходим, вот она система, где справедливо все работает. Скажем, у нас есть такая система по мониторингу туристов, там создают рейсы туристов, посадку, билеты, анкеты, всё это дело и контролируют. Чем она удобна, то что, обновляя её, все работают скринсайверные системы, то есть не клиент, а только визуализация. Здесь это реализировано в виде как бы отдельных классов и не более того. Значит, с чего мы это всё притащили, в то, что она работает сейчас? Это всё пришло с наших, так называемых, G-моделей. Почему G-моделей? Они так назывались, то есть у нас был G-портал, G-сайт, G-коммерс. Это были разрозненные продукты, в конце концов все их возможности мы слили в один наш продукт. То есть одновременно это и CMS, то есть это и классический сайт, это и портал, это и система электронной коммерции, интернет-магазины, система регистрации, то есть всё, что можно взять через онлайн, всё сложено сюда. Вот. Модель данных опять здесь появилась. В общем, опять же суть в том, что если нету какой-либо специфики, вы можете пользоваться просто обработчиками родительского класса. Гет-сет и похожие вещи, то есть вытащить с базы, создать новый элемент, всё это происходит автоматически. Нужно просто создать модель и больше ничего не заморачиваться. Отгрузка. То есть то, что сейчас уже включено в релиз, это Smart, XML, Writer, JSON. Можем также общаться в других форматах, только кто их понимал. То есть можем общаться в некоторых форматах. То есть можем отдать объект, кроме, то есть из PHP в PHP, можем отдать, скажем, некоторые виды объектов, которые существуют там в инвекционном консорсе, для того, чтобы просто, скажем, переслать какие-то данные в инвестиционном районе. Ну, если я уже рассказывал про это ваше общение по 100, когда вы заходите на сайт, обычный сайт, не появляется сообщение, что нужно установить Flash-версию, просто вы выходите по HTML-сайту. Если Flash-стрипт, JavaScript поднимает Flash-аппликацию, дальше вы уже работаете с Flash-аппликацией по классической схеме. А Google и прочие боты уходят дальше по HTML. Поэтому, в принципе, все те флешовые реализации, они имеют пристойный HTML-интерфейс, то есть создаётся для них, скажем, какой-то дизайн, может быть даже проще, чем дизайн нашего сайта. А иногда дизайн довольно-таки вменярный. Дальше уже как бы на выбор. Также расценивается как бы нормальное написание JavaScript-ового клиента, который в этом плане от Flash-клиента отличается мало чем. Ну, скажем, супер-анимации вы не получите, если вообще её получите, но ходить без перезагрузки, исполнять какие-то там вещи, которые присущи Web2.0 можно без проблем. Что мы на нём создаём? Сайты, порталы, магазины, сервисы. Ну, наверное, всё кроме сервисов очень банально, понятно, рассказывать не очень. А вот о сервисе могу рассказать. Ну, скажем, сервис... Сори, я по-моему, ещё не вижу, что я набираю. Вот, скажем, сервис, который занимается цифровой печатью фотографий. Ну, и через недельку-две фотокниг. То есть вы можете зайти, зал лениться, и начинать там заказывать свои... Изначально, кстати, заказчику был предложен вариант именно с Flash-аппликацией, которая будет загружать... То есть, скажем так, оболочку вставляем HTML, но именно аппликация по загрузке должна была быть Flash. Мультизагрузки у нас нет, потому что она есть у Flash-авал, хотя малая её нет. Да, мы решили, как бы, не... Ну, загрузчик отказался. Да, мы не таскаем, как бы, одну технологию в другую, без... ...без очень крайней нужды. Там есть проблема. То есть, всегда натыкаешься на какие-то вещи, да, там... не тот раз с Opera, раз с Mozilla, раз с Explorer, на каких-то версиях что-то да не работает. Поэтому, типа, было принято решение в ущерб, как бы, типа, всеобщему благу сделать стопроцентно стабильный выход. Выставили память, загрузили фотку. Да, я не буду её распечатывать, не то что мне жалко, сколько суть находится глубже всего этого процесса. Сервис принял данные, отправил их на сервер, сервер их как-то обработал, уложил заказы, вот собственно эти все заказы здесь формируются. Здесь уже что-то общее с классическим электронным магазином, потому что можно посмотреть, что там пана заказывали, что они там печатают. Люди сейчас в очередной раз на пырнуху не добиваются. Всё как бы традиционно, кроме того, что продукт как бы сборный получается. То же самое у нас есть, скажем, сервисы для сборки каких-то более сложных вещей, например, фото-поблышка. Это очень такой весёлый, но настраиваемый продукт, который конфигурируется. Там опять же можно выбрать фотографию, написать какие-то параметры. Это всё человеку тут же пересчитывается, в зависимости от кучих параметров падает заказ. Есть варианты работы с более сложными вещами в плане калькуляции, когда у вас там изначально идёт 50-100 параметров, которые влияют на цену, сроки и тому подобные вещи. Зачем я это рассказываю? Это реальный рынок того, куда можно применить свою работу, за что можно получить деньги. Я думаю, что большинство людей, которые здесь присутствуют, интересуются этими вещами и флеш-цмсами не ради просвещения, узнать что-то новое, а с целью применить это в своём деле, в своём бизнесе или в своей работе. Для того, чтобы заработать побольше денег и самореализироваться как разработчик, как флеш-разработчик. Все вот эти вещи сейчас именно в нашей стране очень активно используются. Потому что вот эта вот страничка и ещё 5 таких страничек дают возможность заменить двух людей, которым нужно платить, грубо говоря, 700 баксов в месяц, каждый месяц. То есть 700 на 2 на 12 получаем сумму. Компонент стоит, за сколько продадите, но больше 500 долларов здесь делать вообще нечего. То есть всё это можно сделать ещё на флешах, будет нехай столь даже. Кстати, на флешах оно будет, как бы, намного лучше. Но, опять же, философия не меняется. Надо, важно, да, у нас есть на флешах? Ну да, есть похожие вещи, только не для подушек, а для фотокружек. Сделано тот же самый заказ. То есть там написать, нарисовать, но именно уже там по кружке сделано всё на флешах. Именно эти вещи сейчас, как бы, пользуются реальным спросом. Именно по той причине, что я назвал. Они дают возможность экономить на человеческих ресурсах. Зачастую фирма даже сама не знает, что она, типа, делает, по каким ценам, как это всё считается. И все эти вещи, они, в принципе, автоматизируют процессы. У нас сейчас, как бы, даже в задачах стоит под эту же систему. Автоматизирование заказов по приёмке разработки, визуальной рекламы. Там, создание каких-то металлоконструкций и тому подобных вещей. Все эти вещи очень классно. Ну, это делается на JavaScript сейчас, да. Скажем, некоторые вещи делаются на флешах. Ну, на флешах они традиционно делаются очень хорошо. На флешах потом требуется просто массив запостить по адресу и больше ничего. Дальше там CMS разберётся. Именно то, что можно делать под эту систему. То есть разрабатывать клиентские модули. Что оно сейчас нам даёт, что мы собираемся из этого извлечь? Ну, всё время расширяется функционал системы. Все наши проекты, которые ещё до сих пор не на эту систему, переводятся на неё с точки зрения того, что клиент получает автоматический доступ ко всем функционалам. Даже если у него был там сайт-визитка, мы переводим его на нашу систему. Опять же, клиенты переводятся бесплатно. Ну, за исключением электронных магазинов. Потому что там есть некоторая специфика с конвертацией данных. Так всё остальное происходит на шарах. Клиент в своём сайте-визитке получает возможность создать новостной портал, пущу фотогалерей и тому подобное. То есть весь функционал становится сразу же доступным. Мы ищем людей, которые, то есть такие люди уже есть, их много, но мы дальше продолжаем поиск людей, которые интересна разработка, а не только, скажем, запуск в эксплуатацию готовых проектов. Именно разработка, именно архитектура, как на фонтэнгром, так и на бэгэнгром варианте. То есть и клиентская, и серверная часть тоже интересует. Часть мелких работ можно по адресу посмотреть. То есть оно у нас в туду записано, мы с этим все живём. В туду, да, оно то уменьшается, то увеличивается. В общем, оно присутствует. Почему open source? Не знаю, я, наверное, на эту тему не рассказывал вообще ничего. Потому что все считают, что все продукты должны быть коммерческие, условно коммерческие, очень дешёвые, но коммерческие. Мне кажется, продукт может быть абсолютно бесплатным, полностью, да. После того, что мы какую-то часть поддержки тоже бесплатно предоставляем. То есть человек там скачал систему, хочет её поставить, эксплуатировать, можно ему помочь это сделать. Как на этом заработать деньги, это, наверное, тема отдельного семинара, я могу об этом рассказать. На этом можно заработать деньги, причём не хуже, чем продавая готовый проект. А то, что вы получаете реальную базу тестеров и других разработчиков, которые вам в этом помогают, просто, ну, даже и вырекли мне. То есть открытая вещь, она всегда пользуется спросом, даже если она довольно сложная. В данном случае сложный продукт не получился совершенно. Все наши решения, за исключением, может, каких-то мелких вещей, скажем, по стандартам связанных, по архитектуре, это всё результаты наших поисков, наших ошибок, каких-то экспериментов. Мы не боимся экспериментировать, у нас есть колоссальная платформа для экспериментов, у нас есть, скажем там, несколько своих серверов с рабочими проектами, с большими, маленькими, сложными, несложными, нагруженными, разгруженными. То есть мы можем любой модуль запустить в реальное тестирование, проверить. Можем запустить также не свой модуль, а модуль, скажем, вы разработали какой-то компонент, какой-то модуль, вы хотите посмотреть, как он реально работает в боевых условиях. То есть мы можем предоставить такую вещь, скажем, есть у вас, вот есть у вас клёвое решение для создания там своего Viewer для, я не знаю, для Google галереи, для своей галереи, да. Вы классно садитесь дома, на работе, начинаете тестировать, создаёте один альбом, там, 100 фотографий, 200, 1000. Но то, как оно будет работать, как бы, в полевых условиях, оно совершенно неизвестно. Постоянно будут какие-то вещи, которые будут отлаживаться. Здесь есть возможность запустить это сразу на нагруженную систему. То есть посмотреть, как реальная вещь будет оперировать там сотнями тысяч альбомов, там, терабайтами фотографий, насколько она сможет обрабатывать такие данные, да. То есть классно, галерея, вот там, показывали, там, все десять фоток, пять, а если вот реальная галерея, которая создаётся... То есть фото-мериталист, проект, то семь дней вы не расписали галерею. Да, то есть можно реально взять вещь и реально её, как бы, протестировать. Есть, скажем так, SSI, есть и комьюнити для тестирования, есть и аппаратная база, и программная база. Вся эта вещь вкрутится. Вот сейчас на наших серверах уже дошли до планки все, что не гибит, наверное, будем переключаться на гибит, потому что, как бы, есть трафик по всем этим системам, они все развиваются. Вот я показывал там одну галерею есть, ну, список проектов можете посмотреть и на сайте. Третья вещь, особенно, которую мы извлекли из всех наших поисков, решений, это то, что запускать готовые продукты не имеет особого смысла. То есть есть возможность запустить готовый сайт, когда к вам приходит клиент и говорит, я хочу то-то, то. Я хочу, типа, клёвый сайт, да, заходим в Photoshop или во Flash, блин, а там нет этой кнопки, типа, сделать клёвый сайт, короче, сделать правильный сайт, мы там пишем с ним какое-то ТЗ, что-то пробуем, делаем вот этот сайт, загружаем его на WebServoir, а он всё работает, все счастливы, как бы, деньги забрали, всё нормально. Вот, ну, это метод, как бы, создания ателье, да, вы пришли, пошили, как бы, пиджак, такой, какой вы хотели или не хотели, но это не есть метод, как бы, того, что вы можете, как бы, создать. Хорошо, что сегодня получилось пообщаться именно с разработчиками систем, что они делают, зачем они это делают, как у них происходят вот эти творческие проекты. Так вот, запускать готовую систему, то есть где-то сесть там в каких-то комнатных условиях, там, пять человек будут сидеть делать систему, там, я не знаю, портал галереи, или какой-то там CMS, флеш-редактор, извиняюсь, опять вырвался, то есть очень много флеш-редакторов, которые дают возможность, скажем, только визуальную часть подтянуть, там, не связываясь с базой, или, там, без возможности, вот, создавать какие-то, там, за исключением двух вещей, я вот сегодня не видел систему, которая даст возможность развернуть вентуру, например, да, или корреспондент.нет запустить, или запустить, там, ну, не знаю, какие-то тяжёлые вещи, какие-то функциональные вещи, то есть, я понимаю, что это не сфера типа флеш-аппликации, да, потому что на флеше должно быть всё очень красиво, динамично, вот, на это ориентируется, но я считаю, что на флеше можно сделать всё, всё, поэтому главное, чтобы был фундамент, на котором можно строиться, то есть, был бы сервер, который это всё может предоставлять, потому что всё-таки флеш-это клиентский инструмент, тут, как бы, спорить не очень. Ну, поэтому не бойтесь создавать какие-то вещи с минимальной базой и выкладывать их, как бы, в сеть, чтобы люди смотрели, пробовали, потому что, получается, опять же, картина, вот, говорит, как бы, есть СМС, да, уже год СМС, у релиза нету, никто ничего не знает, что там происходит, всем интересно, опять же, потому что вещи действительно интересные, я бы сказал, в принципе, полезные, потому что очень легко можно, наверное, лучшее поделать. экспериментировать, запускать и смотреть, что нужно именно пользователям, потому что у нас есть ещё одна ошибка, то есть, нас часто упрекают, что вы сделали как бы СМС про древелоп или древелоп, а нужно для клиента, то есть, может, под клиентом подразумевается именно тот человек, который будет там ходить, загружать эти тексты, картинки и видео-аудиофайлы это всё запускать. Мне кажется, что тут ещё нужно дальше пойти, я даже уверен в этом, что нужно ориентироваться именно на энд-юзера, который будет ходить по этому сайту, понимать то, что ему реально нужно. Потому что заказчики или те люди, которые будут пользоваться вашими системами, они, к сожалению, имеют представление о них только со своей стороны, то есть, так, как они себе видят. Они где-то увидели, то есть, три классных кнопки, одна запускает видео, вторая аудио, а третья просто делает, типа, обалденный эффект. Они считают, что это, типа, правильно, об этом им нравится. А то, что нужно посетителям, которые придут, что-то купят на этом сайте, или этот сайт даст информацию, чтобы что-то продать, предоставить какие-то услуги, ибо, наверное, не секрет, что все сайты, ну, скажем так, 99,9% сайтов запускаются именно с коммерческой точки зрения для того, чтобы что-то на них заработать. То есть, никто не создаёт сайты, ну, скажем, очень мало проектов создаются для того, чтобы сайт просто был. Я имею в виду коммерческие проекты. То есть, одна фирма запускает свой сайт, чтобы у неё был именно сайт, вот чтобы он так висел. Ну, был такой концепт, я не знаю, может, нам уже повезло, что мы с такими людьми не сталкиваемся, когда приходили и говорили, нам нужен сайт фирмы. Для чего? Для того, чтобы был. То есть, там на флешах или на флешах с управлением. Нет, нам нужен сайт, чтобы был. И всё. То есть, дальше аргументы как бы распринимаются. Вот. Сайт, система — это вещь, которая должна работать, зарабатывать. И должен на этом зарабатывать и заказчик, который заказывает продукты, и разработчик, который зарабатывает этот продукт. И клиент, то есть, индьюзер, который заходит на этот сайт, тоже должен на этом зарабатывать, скажем, покупать что-то быстрее, дешевле. Опять же, время — это деньги, экономия. Что сэкономил, опять же, заработал. То есть, всё опять сходится к какой-то такой материальной вещи. И то, что эта вещь сама в себе может быть полностью открытой, ничего как бы не значит. Мы за свои сайты и проекты тоже берём деньги. Хотя, честно говоря, система как бы бесплатна. Да, берём за дизайн, берём за какую-то интеграцию. Всегда хотят что-то такое своё, что нужно сесть дописать. Кстати, для таких всяких мелких вещей предусмотрен специальный класс кастомайзер, у которого есть один метод, который всегда дёргается саймайзера после того, как уже все данные собраны. Вы просто можете туда складывать какие-то мелкие вещи, не знаю. Нужно вам, чтобы на каждой странице показывались там две случайных новости, там пять случайных продуктов. Вы можете сесть и написать эти строк кода, их там из базы вытащилось, это всё в объект закинулось, пошло на смарт, получили HTML, или пошло на флэш, получили это в виде объекта, подняли блоком, показывали всё. Главное, что есть возможность очень быстро это всё создавать. Ну, это так вкратце. Детали я просто не хотел бы рассказывать, потому что серверные части на самом деле очень нудные. Они интересны, может быть, в архитектуре, интересны системным архитекторам и всем остальным. но именно для практического применения. Всем интересно, как это сделать быстро, насколько это работает гибко, сколько это стоит, сколько времени вы это делали, кто это делал и вообще зачем это всё надо. Последний вопрос иногда я не забыли. В общем, оно и есть. Может быть, ещё одна такая интересная особенность. Всё то, о чём я рассказывал, работает на PHP, но в связи с своей архитектурой, оно, в принципе, очень легко переписывается на тот же самый C++. Кажем, это тот эксперимент, который сейчас у нас стоит как бы в плане, то есть мы сейчас сдаём коммерческое казино. Опять же, казино хотелось сказать буквально два слова. Для нас казино это не тот проект, который даёт возможность заработать кучу бубло. На самом деле они столько стоят, но, скажем, мы на них столько не зарабатываем. Видимо, мы не та фирма, которая продаёт казино по 200 тысяч. Хотя это их реальная цена. Мы там работаем в 10-20 раз дешевле. Но казино это именно тот проект, который даёт возможность работать с несколькими важными вещами. Во-первых, первая вещь – это деньги. Транзакции, секьюрность и всё, что с ним связано. Всех нормальных проектах с этим сталкивается. Ну, имеется в виду всех коммерческих вещах, которые там завязаны на электронной коммерции, там продаже каких-то сервисов, услуг, билетов. Вторая вещь – это нагруженность системы. То есть 10 тысяч запросов в секунду – это типа для казино нормально. Потому что если у вас играет даже 100 человек, они все работают в мультиплеерах, флеш-аппликациях, просто-напросто задалбливают сервер, потому что всем нужно срочно знать, что происходит на сервере. Потому что игру ведёт сервер. Сразу же от нагруженности выходит третий вариант – это мультиплеер. Когда вам нужно обмениваться данными сразу с энным количеством людей, эти данные синхронизировать и вести управление. То есть это такая же интересная и сложная система, как тот же самый Adobe Connect Pro Meeting, через который мы сейчас с ребятами общаемся. Когда нужно производить очень много всяких синхронизаций, ничего не потерять, если потерять, всем честно об этом признаться или умолчать в зависимости от того, что требует политика сервиса. Все эти вещи нужно сводить. Вот именно под это у нас некоторые модули, которые сейчас работают довольно-таки быстро на PHP, просто-напросто переписываются, практически один к одному все плюс-плюсы и все компилируются и в виде демон-аппликаций запускаются на униксоверах. И ещё, знаете, я добавлю, там ещё есть интересные вещи с точки зрения флэшовой игры. Это то, за чем на самом деле флэш раскрывается в максимуме своей возможности. То есть это интерактивность, это чистый вектор, это моментальная реакция, это реальные нагрузки. Потому что, ну, флэкс-аппликация, в которой сделано даже, вот в прошлый раз и Пам показывал, публикация по заказу билетов, которая нагружена тем, что у неё 100 столбиков по 40 тысяч записей, которые надо одновременно показать в датагриде, то, скорее всего, это, скорее, ошибка проектирования, чем... Ну, то есть, как бы, если систему грузит, там, игра, которая делает 1920 на 1225 кадров в секунду в боту с весь газ там и так далее, я верю, что это оправданно. А если же система грузит какая-то смешная таблица, то видать что-то, как бы, не с той стороны спроектированное могло ошибаться. Поэтому игровые системы — это двигатель прогресса. Несколько вещей именно суток для разработчиков системы, которые здесь присутствуют. Ну, не знаю, угадаю я, как бы, есть ли такие люди, которые занимаются серверными частями, но... Есть дебаггер, то есть можно полностью вести трекинг всех операций именно с точки зрения того, какие объекты приходили, что с ними происходило и так подобное. Есть система обработки ошибок, грубо говоря, измена через error handler, которая дает возможность разработчику получать сообщение об ошибке на электронную почту с полным представлением объекта, в котором это произошло. Пользователь в данный момент не видит, как бы, ничего. То есть ошибка происходит, пользователю она не сообщается, я не знаю. Ну, что-то там не так, да, скажем, какая-то переменная не установлена, как смогли, так визуализировали данные. То есть клиенту типа не показал там, короче, индекс PHP error, и там все развалилось, какая строка, такой этот, короче, вывалила там на SQL dump и все как бы типа прозревают. Сайт работает настолько, насколько он может это все дело показать. Разработчику просто приходят ошибки на электронную почту, то есть вы можете сразу же отслеживать то, что происходит с вашим проектом онлайн. Второй момент, связанный, как бы, с наполнением сайта. У нас нет вишлис-редактора и не будет. Этот вопрос связан еще и с флэшом в том числе, потому что если дать возможность работать здесь именно с HTML-ными вишлис-редакторами, то есть мы получим такой мусор, который реально отработать уже во флэше будет нереально, потому что вообще много стилизаций, которые типа используют современные вишлис-редакторы, они типа флэшом не понимаются. Ну, в связи с ограниченным пониманием CSS и HTML. То есть оно ограничено как бы с точки V3C, но с точки зрения как бы нормального форматирования текста там, по-моему, есть все. Возможно, нет таблиц, но создать, например, гриды тоже не вопрос, если вдруг в HTML попадется таблица, и тоже можно было бы визитализировать. Так вот, у нас просто сделана такая маленькая вещь, это Markup Validator, который работает через V3C. То есть вы можете весь свой сайт прогнать тупо на HTML в ошибки, посмотреть, есть ли там ошибки. Ну, я просто выбрал какой-то сайт, который наполняют заказчики. Вот и держимся. Да, причём здесь всё сделано очень просто. Как бы кликаем на проблему, можем посмотреть, что оно собой представляет 0-3C, она 6 ошибок, что-то там человек не закрыл или закрыл раньше срок. Кликаем как бы на структуру, попадаем прямо в неё, нужно здесь как бы исправить эту самую ошибку. То есть мелочь, но для тех, кто делает сайты без ошибок, оно очень-таки приятно. Ошибки в HTML, это 0-0 поиск гугла, всё SEO, которое сделано, если оно не валидно, то оно вообще никому не нужно. Собственно, вот оно типа SEO на уровне элементов. Вот элемент странички, там новость, у него у каждой будет присутствовать там свой title, description, keywords, abstraction. опыта, ну собственно все эти вещи. Есть глобально прописанное для всего проекта, есть по локалям, то есть если вы переключаетесь на какой-то язык, оно работает, и любой из элементов может перекрыть своим. то есть мы таким образом как бы на своём же сайте экспериментируем. То есть у нас уже получается так, что мы по запросу системы управления на второй странице, на первой, это не то, что мы хотели получить, это даст ради эксперимента посмотреть, насколько грамотно работает система, которая даёт возможность это всё прописывать. То есть оно работает. Проверяем, ну тестируем на своём сайте. Генерация типа карты сайта, известная вещь. А вот, вот это принудительная механизация с базы. Да, это буквально последняя, потому что мы уже со мной идем, короче. Вот. Вот так собственно происходит инсталляция или как бы синхронизация с моделями. То есть, произошёл какой-то сбой, есть некой ошибок, которые за это отвечают. Они улавливаются, и запускается вот этот модуль, короче, апдейт. Вот, собственно, таким образом он синхронизирует таблицы, чего не было он создавал. Модифицировал существующие таблицы, и оно уже получается в том виде, в котором есть текущая версия. На самом деле, если бы я попросил что-то такое в структуре, чего, скажем, ещё не существовало, у пользователей появилось там поле, короче, User Enable, или что-то пропало. Если бы я обратился к этому полю, запрос нарвался бы на ошибку, произошла синхронизация, запрос был бы повторен, я бы даже не видел Угу. Угу. Угу.